Добрый день, 13.06 в Кирове, в микрофон у Светланы Занько. Сегодня у меня в гостях художественный руководитель Кировского драматического театра Константин Солдатов. Добрый день, Константин. Добрый день, Светлана. Мы тут собрались с Константином, чтобы обсудить прошедший год и поговорить о планах на будущее. Потому что самое время, ноябрь месяц до нового года, всего полтора месяца осталось. И так получилось, что благодаря плотному взаимодействию с Кировским драматическим театром сотрудники нашей редакции очень часто посещали спектакли драмтеатра. Мы их обсуждали здесь тоже. В общем, есть о чем поговорить, конечно же. Я надеюсь. Да, есть о чем поговорить. Кроме того, что вышло много премьерных спектаклей, мы понимаем, что есть какие-то еще другие виды активности, которые тут активно обсуждали и с приглашенными режиссерами, которые приезжали в Киров, чтобы ставить спектакли. И с вами здесь уже за это время, Константин. Но оказалось, что еще не обо всем сообщили нашим слушателям. Вот сейчас у нас будет такое обсуждение, а что сделано, что удалось, что, может быть, не удалось, какие выводы можно сделать. И что сейчас на повестке дня стоит в театре. Вот. Но прежде всего давайте все-таки скажем о премьере «Темной аллеи» по Бунину, которая состоится в эту пятницу и субботу. Потому что это важно. Это вот кажется, вот это вот кажется, такая традиционная все-таки тема для Кировского драматического театра, возвращение к классике. Предстоящая премьера. Кто-то скажет, наконец-то они перестали баловаться там и вернулись к истокам. Нет, ну, конечно же, Бунин, мне кажется, что он должен привлечь многих. Я очень на это надеюсь, но тоже автор неоднозначный. И темы, которые поднимаются в его рассказах, это рассказы из цикла «Темная аллея». Спектакль называется «Темная аллея Бунина». Инсценировка моя, потому что это разные рассказы, которые сплетены в череду событий, в такой событийный ряд, где персонажи блуждают из одного рассказа в другой. Они все такие путники в ночи, в предрассветном тумане. И это такой спектакль впечатления от рассказов Бунина, безусловно, и от музыки Дебюсси, и от картин импрессионистов. Там у нас... В общем, весь пакет, вот таких любителей, как я. Что бы там было. Вот если вы знакомы с картинами импрессионистов, то вы угадаете там и балерин из Дега, и персонажей из картины Ренуара, Мане, и так далее, и так далее. А что с билетами? Как они продаются? Что с билетами? Билеты продаются, в кассе театра есть. Приходите, покупайте, мы вас очень ждем. И очень интересно, как воспримет этот спектакль «Кировская публика». Ну вы расскажите еще немножко, откройте, пожалуйста, завесу тайны. То есть понятно, что это ваше авторское прочтение. И тем не менее, что здесь будет все-таки? Это будет такая классическая постановка? Или это будет снова какая-то современная авангардная постановка, на чем вы специализируете последний год? Мне сложно сейчас отстраниться и сказать, что это точно будет. Но, по крайней мере, что касается антуража, что касается костюмов, то это, конечно, мы пытаемся дотянуться до того времени. Бунин, как его называют, это последний русский классик. У Дмитрия Быкова есть замечательная лекция «Поэзия в прозе Бунина», где он говорит о том, что Бунин уже родился мигрантом. И вот эти рассказы он писал в Париже уже, ностальгируя, вспоминая Россию. Там ни слова нет о России. Там есть такие отрывки, есть рассказы. Такое ощущение, что это личные дневники. И Бунина многие упрекали в том, что в его произведениях очень много личного, биографичного, хотя он это отрицал. Но можно сказать, что присутствие автора есть во всём. В описании встреч романтических, в описании того, как происходит разлука, в описании природы. Такое ощущение, что мы вместе с автором и с персонажем путешествуем во времени, путешествуем в разные места. Это и Париж, и Москва, и Кавказ. И что касается основной темы, то мне кажется, это противоречия, которые изначально заложены в человеке, особенно в русском человеке. Когда ты одновременно любишь и ненавидишь, когда ты уезжаешь и ностальгируешь, когда ты грешишь и строишь храм или молишься. И в рассказах это всё есть, и вот эти вот любовные воспоминания. Там у одного из персонажей есть такая фраза, что наверняка у каждого есть любовные воспоминания или тяжкий любовный грех. Вот казалось бы, любовь и грех – это вещи несовместимые, особенно если это касается двух человек. Но здесь скорее речь идёт не о самой любви, а о том, как она заканчивается, как она завершается, о исходе этой любви. И несмотря на то, что рассказы, они с открытым финалом у Гунина, я как раз продолжил, может быть, это сочинение и дал возможность этим персонажам путешествовать дальше через другие рассказы, встречаясь с другими персонажами из других рассказов. И зрители, конечно же, это увидят в нашем спектакле. Поэтому тема противоречий, она, безусловно, присутствует. И здесь есть и место и ностальгии, и страсти, и любви, и, может быть, романтики, которые так редко встречаются в наше время. Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра, о премьере «Тёмной аллеи» Бунина. Ну, а кто главный герой? Кто играет, вернее? У нас в этом спектакле занята основная часть труппы. И это такие замечательные артисты, как Владимир Севастьянов, Александр Анатольевич Тетерин, молодые артисты заняты, которые пополнили труппы театра. Это Галина Николаевна Мельник, Светлана Леонидовна Золотарёва, Галина Ивановна Марина, наша замечательная актриса. А они вам сказали тоже, когда вы стали Бунина ставить, что наконец-то? Ну, знаете... Или нет, может быть, они... Очень интересно строилась работа, потому что мы начали работать в августе. И изначально было заявлено этюбное сочинение этого спектакля, потому что артистам было дано задание. Ещё до того, как мы начали читать эти рассказы, артисты приносили свои предложения. Мы, можно сказать, что этот спектакль сочиняем вместе. И когда уже непосредственно мы знакомились с теми рассказами, которые мы возьмём в работу, потому что их там 30, по-моему, в этом цикле, вот, конечно же, были вопросы, а почему этот рассказ, а почему не этот. Артисты предлагали свои варианты. И опять же, были предложения в сторону актёров, чтобы они делали заявки на тех или иных персонажей, которые некоторым близки. Там, такие темы, как потерянная любовь и, значит, встреча через... Все пришли со своей темой потерянной любви. Через много-много лет, значит, и воспоминания. 30 лет назад была романтическая встреча, и вот мы расстались. А что бы было, это вот тот самый рассказ «Тёмная аллея», что бы было, если бы она была со мной, если бы она была матерью моих детей, была бы хозяйкой моего дома. И, конечно же, актёры вносили свои предложения. И, насколько я понимаю, актёрам нравится эта работа, достаточно интересно. На финальном этапе, конечно же, сложно, потому что нужно это всё собрать, нужно это всё довести до идеальной картинки. Очень хочется, чтобы зритель пришёл и видел наши старания. А я вас спросила, были ли вы на премьере Каренина в Тюзе, да? И вам очень понравилось, вы сказали. Мне очень понравился спектакль, да. И, кстати, очень многие отмечали там работу художника-постановщика. Николай Слободянник, замечательный художник из Санкт-Петербурга. И выясняется, что ваш художник-постановщик, художник-постановщик спектакля «Тёмная аллея» Бунина... Да, Арина Слободянник. Это его дочь. Это дочь Николая Слободяника, да. С самим Николаем я делал спектакль в Саратове, спектакль парикмахерша. И в своё время в Калужском театре, когда я начал делать «Дракона», я предложил Николаю сделать совместно этот проект. А он в свою очередь сказал, а вот у меня дочь выпускается в Санкт-Петербурге, и не хочешь ли ты с ней поработать? Мне понравилось это предложение, мы с ней встретились и начали работать. Значит, работа продолжалась больше года, и в результате один спектакль, потом мы в Тюмени выпустили спектакль «Край», который вошёл в лонг-лист «Золотой маски». И вот сейчас мы выпускаем третий спектакль с Ариной уже в Кировском драматическом театре. Итак, премьера «Тёмная аллея» Бунина в эту пятницу и субботу, билеты уже в кассах. Через одну минутку как раз про лонг-лист «Золотой маски» поговорим. Продолжается наш разговор с художественным руководителем Кировского драматического театра Константином Солдатовым. Мы тут упоминали «Золотую маску». И, наверное, есть о чем гордиться в этом году, тоже расскажите. Ну да, это такие маленькие удачи, которые заставляют и дарят возможность дальше продолжать работать. Предыдущий год оказался очень продуктивным, потому что все три спектакля, которые я сделал, предыдущий театральный сезон, Все три спектакля, которые я сделал, были отправлены на фестиваль «Золотая маска». И два из них, это «Старший сын» Кировского драматического театра и спектакль «Край» Тюменского театра «Ангажемент» попали в лонг-лист. Спектакль «Жили-были» — это я делал спектакль в Красноярском крае, в городе Шарыпова, номинирован как спектакль «Малой формы». Еще одна номинация — это режиссура, это уже моя номинация, и еще одна номинация актера второго плана, который работает как раз в этом спектакле «Жили-были». А расскажите, как вот российско-национальная театральная премия и как она вообще вручается, и что себе представляет сам фестиваль, почему для вас это важно, когда попадают спектакли в лонг-лист? Это просто удовлетворение собственных амбиций как специалиста, или это как-то сказывается еще и на театре тоже? Безусловно, сказывается. Безусловно, это почетно. И там достаточно серьезно идет отсев. Большое количество уважаемых критиков работает на фестивале. Я думаю, вы слышали, в прошлом году переформатирование шло «Золотой маски», и высказывались разные мнения. И в этом году даже Кирилл Серебренников и Константин Богомолов отказались участвовать в «Золотой маске». А такие спектакли ведь постоянно происходят, да? Не постоянно. Это вот последнее время, после того, как были утверждены основы культурной политики, это происходит. И в этом году очень большое внимание уделено театрам, которые находятся в глубинке. Мне кажется, это очень важно. Потому что действительно, театр в городе Шарыпова от Красноярского края. Я ехал на автобусе часов 6-7. Туда не каждый доберется. А есть театры в Лесосибирске, куда тоже доехали критики, и они 2 или 3 раза переправлялись через реки. И не каждый день можно переправиться. То есть там дорога занимает по 12-13 часов. И вот эти театры продолжают существовать в глубинке в огромном Красноярском крае, а также и дальше в Сибири. Я уж не говорю про Якутск или про Камчатку. Насколько людей ходят в театры такие? Ну, они, может быть, не такие большие. Их сложно сравнивать с нашим большим драматическим театром. Но в основном это 200... Зал на 200, на 300 мест. А всего населения в таких местах? Население 10-15 тысяч. Сопоставимые? Сопоставимые. И, например, Шарыпово – это шахтерский городок. Вот. Люди, конечно же, интересуются театром. Им интересно, что происходит. И вот эти энтузиасты, которые находятся, которые проводят лаборатории, проводят фестивали. И вот надо сказать, что в Красноярском крае проводится огромная работа по тому, чтобы показать все театры, которые представлены. Вот и проводится такая Красноярская весна. А кем проводится эта работа? Это Департамент культуры, Министерство культуры. У них такое Министерство культуры, они считают это важным. Занимается этим комиссия. Они выезжают в каждые города, просматривают спектакли, собирают свою программу. Потом их вывозят. Соответственно, это оплачивается все. И тратятся на это большие деньги. Они вывозят эти театры в Красноярск, где на Красноярской весне эти театры лучше представлены. Там же вот на Красноярской весне весной мы получили как лучший муниципальный театр. Вот за этот же спектакль жили. Были премию. И критики от «Золотой маски» в том числе и отсматривали и на этом фестивале. Ну и что же, Константин, если на этой «Золотой маске» ваши спектакли получат признание, они уже в лонглист вошли, не дай бог победят еще. Не дай бог победят. Что получает от этого режиссер, что получает от этого театр? Насколько это можно перевести в конкрет... Мне-то хотелось бы, конечно, услышать, как и многим, думаю, слушателям, что вывалят гору денег и дальше ставь в спектакли вот только в свое удовольствие. Нет, знаете, вот самое главное, это когда ты попадаешь в номинацию, это говорит о том, что этот спектакль увидят в Москве. Вот. Это самое главное, потому что действительно театру из города Шарипова достаточно сложно выбраться в Москву. Это просто нереально в наше время. Это огромные деньги. То есть профинансируют этот выезд, да? Да. Безусловно, министерство поможет Красноярского края, вывезут театр. Я очень надеюсь на это. А, так все-таки не федеральный центр, а край. Нет, нет, край, конечно. И этот спектакль увидят в Москве. О нем поговорят критики, увидит московская публика. Это такое невероятное внимание к театру и к тому, что происходит в глубинке. Что касается конкретных режиссеров, то, конечно, режиссер от этого выигрывает, с одной стороны. С другой стороны, никогда вот эта фестивальная жизнь не отражается, наверное, на провинциальных театрах. Потому что, как ни крути, здесь свои правила игры. Здесь свои условия для существования, для развития и так далее. Но это такой некий бонус для тех, кто занимается режиссурой, для актеров. Там представлены театры кукол, там представлены музыкальные театры. И имена, простите, в тот список, в который я попал, даже попасть в этот список, это уже дорогого стоит. Я уж не говорю обо всем остальном. Так, понятно. То есть нашему театру в смысле финансирования «Золотая маска» ничего не добавляют. Правильно, да, Константин? Хорошо, давайте поговорим. Ну, да? Да. Да. Мы говорим сейчас с художественным руководителем Кировского драматического театра Константином Солдатовым. И хотелось бы оценить примеры, которые вышли в этом году. Их было достаточно много. Я тут посчитала, что я была на четырех из них. Золушкин, Жульетти, Жульетта выжила, «Старший сын» и «Клятвенные дела». Клятвенные дела. А еще «Жизнь прекрасна» только премьера, да? Вот столько премьер, наверное, никогда не было в трамтеатре за один день. Я думаю, что были, выпускали и четыре, и пять спектаклей. Но вот сейчас, если посчитать, то это где-то шесть с премьерой, которая предстоит. Я очень надеюсь, что мы до этого доживем. Недолго осталось. Да, недолго осталось мучиться. И плюс к этому можно еще добавить тот спектакль, который мы выпустили для детей, называется «3D» «Дорога движения детей». Тоже достаточно интересный опыт. Это такой спектакль-квест, насколько я понимаю. Спектакль-квест, да, в котором зрители принимают непосредственное участие в том, что происходит на сцене. То есть зритель выбирает себе героя. И дальше он проходит по разным уровням. Они ему помогают. Естественно, там простые задачи. Нужно перейти на правильный цвет светофора, правильно пройти по зебре и так далее. И что касается этих всех спектаклей, конечно, не могу сказать, что это безусловные удачи. Бывают работы, которые не воспринимаются с зрителями, не всегда, может быть, режиссер увлекает артистов. Но, по крайней мере, тот материал, который представлен драматургическим, это очень любопытно для театра и вызывает, опять же, разные споры и критику, как со стороны зрителей, как со стороны тех, кто работает в театре. И мне кажется, это такой нормальный, живой процесс. Самое главное, нам дальше двигаться и понимать, как мы будем развиваться дальше. Вот это хороший такой вопрос, как мы будем развиваться дальше. Но все-таки целый год и ставили перед собой задачи привлечь в драматический театр нового зрителя, в частности, молодого зрителя. А тут, оказывается, еще даже вообще и детей вы таким спектаклем, квестом привлекаете, чтобы оценить, насколько этому новому зрителю нравится то, что ему показывают. И в то же время, что думает об этом уже завсегдатые драматического театра. Вы устраивали обсуждения? Обсуждения. Они до сих пор у нас проходят и после Бунина мы будем проводить обсуждения. Что вы поняли для себя за это время? И пришел ли этот новый зритель? Да, я вижу молодых людей. Да, я вижу людей, которых, может быть, раньше не видел в театре. К сожалению, некоторые, может быть, перестают ходить в театр, потому что уже не встречают привычного или ожидаемого. Но, по крайней мере, это такой живой процесс и нельзя сказать, что перемены произойдут мгновенно. для того, чтобы воспитать или собрать свою публику необходимо два года, три года. Некоторым театрам пять лет на это требуется. Поэтому я, наверное, не ставлю себе таких долгосрочных задач, но вот сейчас уже понимаю, что нужно где-то форматировать те представления, которые у меня были в отношении города, в отношении театра и так далее. Так, вот сейчас разделим. Что значит не ставлю для себя долгосрочных задач? Ну, я имею в виду, что есть задачи, когда ты планируешь на пять, на десять лет. У меня изначально был план на три года. И основной план это обновление репертуара. Помимо классики, помимо тех комедийных, опять же, пьес, которые были в репертуаре, и детский достаточно большой репертуар, опять же, привлечение молодого зрителя через современные истории и так далее. Опять же, развитие малого формата, потому что это... Было изначально, я вернусь сейчас сюда, вы понимаете, о чем я говорю. Изначальный план был на три года, потом вы мне говорите, что вы не ставите долгосрочных задач. Ну, я считаю, что три года для театра это ничто. Это не долгосрочный. Это ничто, это не да. Сколько у вас по контракту еще осталось? У меня осталось еще два года. То есть, много чего можно сделать за двадцать с лишним годом. Конечно. Что произошло уже сейчас с публикой, Константин? Ее стало больше, меньше? Поскольку она меняется, как вы говорите, понимаете, я не могу сейчас сделать таких выкладок и сделать каких-то выводов, потому что еще мало времени прошло. И можно сказать, что не все ресурсы мы сейчас используем на данный момент. Это, наверное, связано с тем, что мы формируем команду, которая работает, потому что не все понимают, зачем это все нужно. Очень много изменений привыкли к прежнему режиму. И опять же, есть некие штампы, которые мы навешиваем и на зрителя Кировского, и на то, что мы должны транслировать, в свою очередь, со стороны театра. Поэтому здесь, вот сейчас такой период, когда мы пытаемся договориться, когда мы пытаемся, опять же, смотря друг в друга в глаза, понимать, какие, какие, может быть, не знаю, позитивные, опять же, моменты мы можем вынести из того, что произошло за это время. Вот. С другой стороны, конечно, время диктует. И тот, может быть, темпоритм, который был изначально заявлен, мне хотелось восемь спектаклей выпускать в сезон. То есть два не успели? Да, мы сейчас не можем его реализовать по ряду объективных причин. В том числе и финансирование? В том числе, да. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Через две минуты снова в студии. Напоминаю, сегодня мы беседуем с художественным руками. Я беседу. Может быть, слушатели тоже там беседуют? Тихоря. Но мы не принимаем сегодня телефонные звонки. Итак, художественный руководитель Кировского драматического театра Константин Солдатов в нашей студии. Светлана Зальпой, микрофон, и художественный руководитель Кировского драматического театра Константин Солдатов напротив меня. И мы перед рекламой ушли на то, что сейчас театр думает, как, видимо, и каждый театр в современном мире, прежде всего над тем, как обеспечить собственное существование. А для этого необходимо, чтобы в театр ходил зритель. А зрителю должны нравиться произведения, которые поставлены в театре. Должны. Зритель должен чувствовать себя там комфортно, уютно. И, наверное, не только спектакли должны привлекать зрителя в театр, но еще какие-то виды деятельности, так, чтобы между спектаклями тоже что-то возникало. И я знаю, что вы над этим работаете. В частности, прошел интересный такой вот был опыт. Его осветили очень многие блогеры, известные люди. Драматур. Драматур. Запускать вам его помогал Антон Касанов. Да, он нас благословил. Да, у него хороший опыт. Слава Богу, было понятно, что с помощью Антона придет, там, будет возможно привлечь какую-то публику, не какую-то такую публику, которая распространяет знания. И все получилось, судя по фотографиям. Я, к сожалению, не смогла побывать там. Да, у нас до сих пор проходят экскурсии, и я вот спрашиваю администратора, Ольга Васильевна Бакина, замечательный наш администратор, она очень интересно ведет экскурсию. И Антон Касанов приходил, и потратил время, и провел огромную работу. Спасибо ему огромное. Что там зритель видит, ой, не зритель, что там видит, как сказать, человек, который приходит на драматуру? Экскурсанты. Экскурсанты. Вот. А они бродят по театру, они заходят прежде всего в музей, который у нас есть, и продолжают функционировать. Они заходят в гримерки, они заходят в костюмерный цех. Мало того, что заходят, они это все на себя еще могут примерить. Они могут сфотографироваться в шляпках или в каких-нибудь анатолийских. Сесть в кресло актрисы, изобразить себя. И действительно, ну, потому что мы каждый день в театре, кажется, что это все привычно, действительно, это зрителям нравится, это интересно, и вот может быть такой путь, это, знаете, такие крупицы, это как капля в море, да, что называется, но по крайней мере, мы пытаемся, в том числе, и такими акциями привлечь зрителя, познакомить с театром, потому что как только ты выходишь на сцену, ты начинаешь погружаться в этот процесс, и ты становишься фанатом этого пространства. И я думаю, когда ты уже очутился в зрительном зале, ты уже понимаешь, что ты соединен с этой сценой, что ты уже много о чем знаешь, ты погружен в атмосферу этого театра. И это действительно важно, это людям интересно, и у нас понедельники забиты практически с утра до вечера, то есть Ольга Васильевна там трудится с утра до вечера. То есть вот эти драматуры у вас по понедельникам бывают? Да, по понедельникам, потому что у нас выходной в этот день у артистов. А там рабочие сцены показывают, как они включают, переключают, и можно двигать. Ольга Васильевна все рассказывает, замечательно она это делает, так что продолжайте интересоваться, и в кассе театра можно узнать по поводу наших экскурсий и записаться. Они дорогие эти экскурсии? 100 рублей. Вообще совсем ни о чем можно сказать за экскурсию. Ну, вы, кстати говоря, активно привлекаете новых людей, я не говорю сейчас о молодых актерах, которые пришли, и о тех режиссерах, конечно, которые ставили, но и вообще о людях, которые не имели никакого отношения к театру, и которые сейчас туда приходят и участвуют в рабочем процессе. Вот и наш звукорежиссер Денис Князев, который тут сидит рядом, рядом буквально и руководит нашим сегодняшним эфиром, он тоже работает в театре, кого только не привлекли, что называется. Сделает прекрасные ролики для нас. Да, надо сказать, что вот Жюлета выжила, да? Жюлета выжила, старший сын, глядвенные девы, просто потрясающая операторская, великолепная, работа так, монтабонтажная работа. Знаете, кто работает на нашей радиостанции, работает в рамтеатре, и этим вы не ограничиваетесь? Вот я слышала, что вы заключили договор с кафедрой журналистики опорного вуза. Это зачем вам нужно? Да. Мы договорились о том, что студенты, которые учатся на журналистов, они могут пройти практику на территории театра, посмотреть наши спектакли, могут написать об этом, либо снять сюжет. И это тоже важная для нас работа, потому что это, наверное, те кадры, которые можно уже на данном этапе привлекать. И, опять же, мы еще один, наш сателлит, наш такой проект, который называется «Курс театр», это вот те самые обсуждения уже с людьми, которым интересно преломление уже в профессиональном ключе театра. И вот, насколько я знаю, на премьеру спектакля по рассказам Бунина придут студенты-культурологи. Это тоже очень важно. Замечательно. Интересно их мнение. Мы пройдем обсуждение после спектакля, так что, кто хочет приходить на спектакль, и оставайтесь на обсуждении. Это произойдет в субботу. Хорошо. Еще есть проект несколько отсроченного действия, но не такого далекого, да, времени уже. Март-апрель месяц мы имеем в виду. Да. Это выставка, которую вы организуете совместно с Краеведческим музеем. Что за идея? В конце сентября мы открыли 140-й театральный сезон. Через год, в ноябре, театру исполнится 140 лет. И вот мы предварительно договорились с Краеведческим музеем, что мы проведем на их территории выставку, посвященную 140-летию Кировскому драматическому театру. Там будут представлены экспонаты театра и то, что есть в запасниках Краеведческого музея. А, насколько я знаю, там достаточно много экспонатов. Поэтому будет интересно и приходите весной. Я хотел приурочиться только к дню театра, но, насколько я знаю, выставка начнется чуть раньше. Но мы все равно, конечно же, об этом расскажем. Да, может быть, конец февраля, начало марта, вот так, но она пройдет там на протяжении двух месяцев. Об этом мы скажем. Вот постарались максимально сейчас осветить то, что происходит в нашем театре. Немножко все-таки вернемся к проблемам, в которые погружаются так или иначе все театральные деятели России. Я бы хотела, я понимаю, что тема-то, может быть, уже и ушла, но, наверное, она все-таки какая-то актуальная. И я должна спросить, существует ли у вас в театре цензура? Так, как об этом говорил Константин Райкин и те, кто и оппонировал ему, и поддерживал, наоборот, его. Вот в этом процессе вы как-то были задействованы? И есть ли это по поводу цензуры? Цензуры как таковой нет. И Константин Райкин как раз говорил о том, что достаточно вот этих вот фильтров, в том числе и фильтров художника. Внутренних, которые есть театре. Ты сам себе определяешь, о каких темах ты можешь говорить, насколько резко ты можешь говорить, насколько провокационно и так далее. И мне кажется, не так его восприняли речь, потому что он как раз говорил о солидарности внутри цеховой, о том, что художники должны друг друга поддерживать и не допускать дилетантов к тому, что происходит. Потому что вот те организации, которые сейчас возникли, которые достаточно провокационно сами со своей стороны выступают в адрес художников, это вот это та черта, да, переступив через которую мы не знаю, мы идем в никуда, отправляемся в какое-то неизведанное такое пространство. Это уже такая начинается анархия, да, и он как раз говорил о том, что государство должно как-то отреагировать на эти вещи. он не просил денег, опять же, потому что деньги есть, свои финансовые вопросы он решает так или иначе. но я думаю, когда художник говорит о проблемах, он меньше всего думает о деньгах, потому что понятно, что денег всегда нет, всегда не хватает художнику, и достаточно сил, достаточно людей, которые тебе доверяют, с которыми можно что-то сочинить, что-то создать, вот, но, наверное, в том числе Константин Райкин говорил о том, что есть какие-то цивилизованные пути, по которым можно идти, да, можно написать, опять же, претензии, можно разобраться на ту или иную тему в суде, да, но когда люди угрожают художнику за то, что он делает, да, это уже, простите, это уже такая территория. А как Вы думаете, после вот этих речей, которые были сказаны по этому поводу, реакция, последовавшая от федеральных властей, она говорит о том, что какие-то меры будут приняты, и что вот эти вот люди, которые устраивают такие перфомансы, да, потому что это же целый спектакль разыгрывается, правда же, что они как-то поутихнут, поумерят свою пройти, или все-таки нет? Я не знаю, как пойдет дальше, мы с Вами увидим, но есть же основа культурной политики, в которой достаточно все прописано, и прописано это еще в 2014 году, вот, и там обозначено, что государство выступает в роли не мецената, а некого инвестора, который вкладывает и хочет получить некий результат, и результат он не финансовый, а в виде того или иного человека, который получил опыт в театре, в концертном каком-то учреждении, в музее и так далее. Здесь, конечно, запускается такой механизм, когда мы же понимаем, что человек это билет, а билет это деньги, и, соответственно, мы понимаем, что деньги, которые вкладываются, они должны вернуться, и вот эта инвестиция, она в результате превращается в такую череду или в такой испорченный телефон, когда мы в результате не понимаем, чем мы должны заниматься, либо конкретно это должен быть список, но поставьте спектакль на патриотическую тему, хотя, например, вот мы сейчас работаем над Буниным, и я считаю, большего патриота, чем Бунин, среди русских писателей, особенно 20 века, нет, несмотря на то, что он уехал, казалось бы, эмигрировал в другую страну, но он писал на русском языке, он писал про Россию, он писал про уходящую эпоху с такой ностальгией, так искренне, так чисто, и тот язык, который мы слышим, который мы можем сейчас уловить, это и есть продолжение тех традиций, которые заложены еще вот про отцами нашими, вот, и не является ли подобный спектакль патриотическим, понимаете, а кто это будет определять? да, кто это будет определять? и вот дальше начинается череда вопросов, на которые очень сложно ответить, поэтому, конечно, все зависит от тех людей, которые работают на тех или иных местах, есть чиновники, которые реагируют, есть чиновники, которые, может быть, вступают в диалог, разговаривают. так главное, чтобы вам не составили потом программу, какие ставят спектакли по всей стране, не разыгрывали театр, слава богу, этого нет, потому что в результате мы это отчитываемся определенными цифрами перед министерством, есть учредитель, вот, и с другой стороны, это тоже та свобода, да, для художника, когда ты можешь, ну, пожалуйста, делай это все активнее, делай это в два раза интенсивнее, привлекай зрителя как угодно, делай, значит, экспериментальные вещи там на малой сцене, там где угодно, вот, но мне кажется, все-таки для, вот, подобного театра, как Кировский драматический театр, да, определенный формат, это я сейчас уже к этому окончательно прихожу, определенный формат, он должен быть в определенном месте, есть экспериментальные пространства, есть, опять же, да, есть, есть большие пространства, и, наверное, этот опыт, вот, который я получил за этот год, он, ну, я надеюсь, принесет свои плоды. А все спектакли, которые вышли в этом году, останутся в репертуаре? Ну, один или два сезона, это мало для спектакля, потому что я разговаривал с людьми, которые долго занимаются профессией, с директорами, с руководителями театров, три года, как правило, дается спектаклю, да, чтобы понять, как он идет, как он прокатывается, вот, ну, иногда это, конечно, понятно по первому же сезону, иногда это понятно после первого же спектакля. Сейчас непонятно было еще? Они останутся все жить эти три года? Ну, надо посмотреть, надо сделать выводы уже в конце сезона. Когда это произойдет? Закрываемый сезон, ну, то есть мы в этом году закрывали в июне, а в следующем году, скорее всего, в мае закончились. То есть эти спектакли до мая месяца мы будем видеть? Да, да. Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра, был сегодня в гостях нашей радиостанции. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания.